И опять же, обратите внимание, какой прекрасный лаз Да-да-да, ой, ой, прекрасный лаз Тут просто вообще Хочешь налево, хочешь направо Это для фильма «Крепкий орешек» Тут должен Брюс Уиллис пробираться оттуда Дорогие москвичи, вы даже не представляете Насколько вы счастливы в плане, вот, особенно весеннем Я сегодня проехался на велосипеде От Севастопольской до того места, где мы будем финишировать Ну, практически до Бауманской Я хочу сказать, что город может быть не идеально чистый, но он чистый Здесь можно дышать, и здесь ты едешь И вот это все, как в Питере, на тебя не дует Поэтому радуйтесь и наслаждайтесь атмосферой У нас когда-то здесь была такая попытка снять видео Но было дико холодно Я еще был в костюме гусара И, в общем, как-то все не задалось А сегодня вас ждет очень крутой сюрприз В конце, ну, собственно, сюрприз будет фактически Основной частью нашего рассказа А предварим мы его таким небольшим пробегом По новой басманной улице Которую меня все время хочется назвать старой басманной Потому что она выглядит более старая, чем новая басманная улица Единственное, что мы иногда будем вот так вот подрезать Потому что здесь, например, есть длинный, абсолютно скучный, ненужный пешеход подземный Красные ворота станции метро, вот где мы находимся Вот тут, слава богу, теперь есть такой замечательный стенд Показывающий вот эту вот иллюстрацию Обратите внимание вот на этот купол На самом деле эта фотография сделана вот в ту сторону, я поясню Вот это вот дом, в котором родился Лермонтов непосредственно Почему ему там памятник стоит и так далее Вот это купол так называемого запасного дворца Его бы хотелось назвать, конечно, запасным, но он запасный И красные ворота эти были построены по проекту архитектора, которого я всю жизнь называл Ухтомский Оказывается, он Ухтомский И, в принципе, вот площадь, на которую мы направляемся, она изначально называлась еще истинная Как в Петербурге, потому что там осеном торговали И здесь, вот за земляным валом начиналась так называемая Заяуская или даже Петровская Москва Потому что он начал ее туда обустраивать Ну а мы пока посмотрим вот на это замечательное произведение стиля конструктивизм Нашего же с берегов Невы архитектора Ивана Фомина Дело в том, что конструктивизм, он не предполагает, в принципе, никаких украшательств И уж тем более такого атавизма, как колонны Тем не менее, обратите внимание, что там по первому ярусу, да, идут, ну, простые Без каких-то там капителей и прочего колонны Потому что Фомин начал делать то, что Ну, он как бы начал немножечко преображать этот, как ему казалось, скучный стиль Потому что до революции он строил в стиле неоклассицизм У него и замечательные постройки у нас в Петербурге Дом Адамилек Лазарева на Мойке Затем дом сына статс-секретаря Половсова на Каменном проспекте Ну и, конечно же, главный, вот один из главных его проектов Это Новый Петербург Вместе с Лидвалем они его делали То, что у нас сейчас на площади буквально Балтийских Чинг всего лишь осталось И вот таким образом он как бы насаждал то, что потом получило название Красной Дурики Особенно в большом количестве это представлено в городе Иваново, бывшем Иваново-Вознесенск То есть что такое революционный стиль, да? С одной стороны конструктивизм или конституционализм это революционный стиль Потому что он абсолютно новый А с другой стороны классика это тоже революционный стиль Потому что это стиль, ассоциирующийся с французской революцией Он тогда был в пике И вот таким хитрым образом Фомин он как бы немножечко классические элементы вернул В чем мы, кстати, убедимся еще чуть дальше Посмотрим, как он подыгрывал другим архитекторам Ну а здесь нужно отметить традиционное вот это сочленение вертикали и горизонтали Что свойственно для авангарда в целом и для конструктивизма В частности у меня была замечательная история в Петербурге Там, где я на первой линии показывал мемориальную доску в доме, где жил Фомин И приезжали гости из Москвы, какие-то замечательные девушки И я говорю, может быть вы знаете здание, ну оно НКПС, да Народного комиссариата путешествия сообщения Ну вы его, возможно, знаете как штаб РЖД И одна сказала, да-да, я знаю такое абсолютно уродское серое здание То есть вы видите, как на самом деле варьируются оценки, в принципе, шедевров архитектуры Ну а мы сейчас с вами прервемся и прыгнем вот туда Чтобы просто не мучить вас скучными проходами по двум пешеходным переходам Памятник в народе, кто же его посадит, он же памятник Кстати, как меняется вообще, опять-таки, контекст культурного кода Не все, допустим, зумеры и младшие поймут вообще, о чем идет речь Да, это фраза из «Джентльменов удачи» Ну ты даешь, кто же его посадит, он же памятник Нашел, нашел, вон мужик в пиджаке А вон оно, дерево Вот на этом самом месте стоял дом, где родился Михаил Юрьевич Лермонтов Но сегодня я не буду о нем рассказывать, потому что сегодня я хочу посвятить свой рассказ Петру Яковлевичу Чаадаеву Поскольку образ именно его мы потом будем находить Ну или вы можете находить какие-то его метания и в «Лишнем человеке» Лермонтова, да, в Печорине И в Евгении Онегине, соответственно И даже в «Князе Мышкине» Достоевского или Пьере Безухова Толстого Ну и в общем и так далее То есть это одна из ключевых фигур не только нашей истории Вообще нашей вот этой концептуальной борьбы вечной, диванной в интернетах Куда нам, на запад, не на запад, на восток, не на восток Кто мы, что мы и так далее Вот этот вот раздел Чаадаев и задал Ну а этот дом, построенный по проекту Душкина Ну, можно сказать, что он, да, был чуть-чуть с наклоном сделан Чтобы когда замороженная почва стала оседать Дом стал нормально И это получилось Это было одно из величайших, в принципе, достижений нашей советской архитектуры Вот этот же дом, значит, НКПС Ну, его еще называют дом-паровоз Потому что вроде как труба-паровоза И сам вот он так вытянут, как локомотив А вот эта центральная часть Это, на самом деле, церковь этого запасного или запасного дворца Здесь были запасы царские И основа их легла вот в это здание Которое мы ни в жизни вообще не угадаем Что-то там а-ля Елизаветинская барокко Площадь данная Ну, вот, например, если бы мы с вами забрались на колокольню Церкви, которая стояла вот на площади Красных Пород И мы бы увидели вот такую фотографию Соответственно, с левой стороны мы можем видеть дом Как раз где родился Лермонтов А еще мне очень нравится иллюстрация К коронованию Николая Второго То есть, опять-таки, как вот эта бывшаяся на площадь выглядела в тот момент Здесь надо еще пару слов сказать Про здание, которое будет у нас с правой стороны Это Куракинская богадельная Я, с вашего позволения, иногда буду подсматривать Кое-какие свои записки Потому что я, как вы знаете, иногда путаю имена Мне за это прилетает Ну, что поделать, такой я человек Значит, она была вообще задумана и построена сыном сподвижника Петра Не просто сподвижник, он был освояк Один из первых наших дипломатов Борис Куракин И он командовал Семеновским полком при Полтавской битве Что, опять-таки, является мостиком к Чаадаеву Потому что он изначально служил именно в Семеновском полку Потом перешел в Ахтырский О чем я, собственно, и скажу И сын его исполнял волю отца Ну, как бы, по одним из данных считается Что он побывал в Париже, в доме инвалидов И вот ему пришла мысль о том Что надо бы и у нас основать такую богадельную Ну, по-другому Он просто сам до этого дошел И когда он даже молился в часовне у Илинских ворот Он дал обед И потом сыну своему завещал Чтобы тот икону Святого Николая оттуда выкупил Он его и купил И действительно здесь, вот если вы посмотрите Дело в том, что второй этаж Он был потом достроен А я сейчас вот поставлю фотографию Где как раз видна церковь Или, как правильно говорить по-московски Церковь Более аристократическое такое выражение И на что следует обратить внимание Опять-таки Вот здесь у нас больница МТПС Давай быстренько поведем По дорогу Тоже по проекту Фомина построенная И вот этот вот полукруглый объем Он как раз ориентирован на вот эту церковь Стоявшую здесь по центру То есть вот таким образом Фомин, он как бы подстроился под Вот эту линию Пытаюсь ее сохранить И более того Если мы заглянем там Сквозь решеточку Мы увидим, что и там есть Его вот эти любимые безордерные колонны Которые он использовал Даже в конструктивистском стиле Нам сейчас надо будет вернуться Потому что мы сделаем то Чего я, кстати, никогда не делал здесь На своих экскурсиях Мы пройдем с той стороны И вот глядя на это здание Создаешься вопросом А на какое количество людей оно рассчитано? Ну то есть в принципе Вот ко мне приходит толпа людей на экскурсию Мы вполне могли бы там уместиться А на самом деле 12, ну как тогда говорили, шпиталистов Потому что госпиталь Он госпиталь или шпиталь Да, так называлось Всего 12 человек Каждому была Определена отдельная комната Размером, как я не знаю Три современных комнаты В студенческом общежитии И Куракин Оставил четкие указания Как им там жить О чем я, собственно, сейчас вам скажу Кстати, участок он здесь получил Совершенно бесплатно Но не потому, что это был какой-то благотворительный ад Петр как раз Старался Предпринять все меры Для того, чтобы эта территория Активно застраивалась Точно так же он делал, например, по берегу Финского залива Отделяя бесплатные участки Прикиньте сейчас, да Бесплатный участок Где-нибудь в районе Петергофа получить Но тогда, поскольку это была земля пустопорожная Ему было крайне важно, чтобы народ там начал строиться Вот здесь вот точно по такому же принципу Он и распорядился Вот мы сейчас в эти ворота заглянем И туда пройдем дальше Архитектор неизвестный Неизвестен кто построил Но Куракин просил, чтобы покой по чужестранному обычаю И со всякую магнифицирую Обратите внимание на стиль Этой эпохи Но вот специально, видите, они подчеркнули разницу В архитектурной стилистике Значит, только маленькой по припорции архитектора доброго Всего для 12 ветеранов Значит, быть 12 персоном шпиталя всем из дворянства Или из других пород Пород Вы какой породы будете, да? Мы идем сюда Токмы из офицерства А ежели каким случаем не наберется То из солдатства, которое есть из шляхетства Все эти шпиталисты имеют быть люди старые, бренные или раненые Вот они жили Это окна как раз не выходили в сад Он располагался на месте вот этого Ведомственного дома Который был пристроен буквально впритык От сада, как вы видите, практически ничего не осталось И, соответственно, сюда и вбок Смотрели их окна Питаться в пост рыбой В скоромные дни мясом и птицей Шпиталистам полагалось пиво, служителям квас, мед по праздникам, вино на каждый день, посуду и приборы непременно оловянные Ну, здесь все это вспоминаются Школьные столовки и столовки в пионерских лагерях С вилками и ложками, которые можно так как гирлянду скрутить Значит, каждой персоне отдельная комната По стиле поделаны так, как бы мне самому иметь Значит, дальше Летний и зимний кафтаны Шесть рубах Две пары башмаков На год Летняя шляпа Зимняя шапка Подсвечники Чернильницы И полотенца в каждую палату Ну, в общем, на самом деле, вполне себе они неплохо жили И вот здесь очень интересный момент Смотрите Вот этот дом Видите, где он заканчивается Вот там у нас начинаются Ну, тогда еще запасные соединительные пути Сейчас вот уже, я не знаю, Москва так развилась, что тут не пойми на самом деле Что уже главное, что нет Вот это здание, это уже не шпиталь Мне очень нравится вот эта вот дверь Вообще Вот этот рисунок Дело в том, что это уже барский дом Которым владели правнуки Петровского сподвижника Александр, Алексей и Степан Но конкретно вот это здание Приезжало Степану Куракину Он, кстати, участвовал в русско-турецкой войне В разделе Польши И в завоевании Крыма, между прочим Так вот, по плану сталинской реконструкции 1935 года Здесь должна была пройти улица И эта усадьба должна была быть снесена Собственно, именно поэтому вот это здание Оно отстроено вот с таким отступом Таких примеров в Москве немало Есть, допустим, замоскворечье И литературные дома в Лаврушинском переулке И здание Министерства средней промышленности Да, атомной энергетики Которые точно так же Они отодвинуты от красной линии Просто потому, что Ну, первое должно было быть Смотреть на спрямление Бульварного кольца Которое должны были проложить еще На юге В Москваречье А второе здание Как раз точно так же Там должны были бы Прорубить такую огромную магистраль на юг Но этого не случилось Поэтому вот Москваречье повезло Оно сохранило свой такой Старомосковский дух Если так можно сказать И этой усадьбе точно так же повезло Куракиной ее сдавали Для того, чтобы извлекать Барыж доход и так далее Который шел на содержание Непосредственно Куракинской богодельни Куракинской богодельни Ее как раз начали называть Уже в 19 веке Потому что до этого Она увеличалась военным госпиталем Или шпиталем Ну и здесь Нам надо как-то, конечно, перейтеть Чтобы показать герб Сохранившийся наверху А как мы это сделаем Может быть мы нарушим правила Немножечко Нас за это заругают, конечно же Ну что поделать Ну и все ради искусства Давай быстро, перейдем Господи, даже помойные машины В Москве благоухают Не так, как везде Не могу сказать, что Шанель номер пять А тут несется Но так, чтобы у меня в обморок Такого не было Вот, посмотрите Уникальный герб Потому что там есть у нас И воинская арматура И держатели И античный воин Медведь И княжеская, простепечная, жабка И, собственно, инициалы владельцев Ну а вот это у нас Вот эти три фигуры Это три времени года Значит, с веслом Это весна Начало навигации С якорем Это у нас Осень, я, наверное, так думаю А по центру лето Зимы нет Нам сказали Или, может быть, ему там что-то делали В этот момент в машине Такое вот приветствие Соответственно Считаем, сколько раз Я сегодня скажу слово Соответственно Вот это здание К сожалению Вы его не увидите Сейчас Потому что оно Покажи Находится под сеткой Это дом басманного общества Это точно такая же история Как, допустим С бассейным обществом В Петербурге Я напоминаю Что до революции Не было традиции Покупать квартиры До революции Вы квартиру Могли только арендовать И только В начале 20 века Начали формироваться Ну, как бы мы сейчас сказали Бы Кооперативы То есть в советское время Вот они, допустим Так назывались А тогда они назывались Товарищества Собственников жилья И Ну Принцип понятен Вы собираетесь Заключаете договор Скидываетесь деньгами Нанимаете архитектора Покупаете землю Утверждаете проект Ну и дальше Соответственно Вы строите этот дом Потом вы в него Въезжаете Этот дом был Примерно как дом Трех Бенуа У нас На Капианостровском Один из самых Блатных Дорогих И так далее Более того Он недостроен То есть там должны были Быть возведены Еще несколько корпусов Помешала Революция И в общем Судьба понятна Да Это здание Сейчас вот оно на ремонте Но мы еще про него Пару слов скажем А вот это вот Церковь Петра и Павла Которая Ну во первых Вот такая заметка Была напечатана Московской газетой Что 14 апреля В 5 часов пополудни После непродолжительной болезни Скончался один Из московских второжилов Вот это очень важный момент Один из московских второжилов То есть Люди которые Печатали эту заметку Даже не знали Как он назвать Поскольку Определенное время Чарадай был у нас В статусе психа Абсолютно Сто процентов Сумасшедшего И отпевали его Вот в этой церкви Эскиз которой Изначально проект Был Начерчен Самим Петром Первым Ну и не мудрено То есть Если вы внимательно Посмотрите То вы увидите Какие-то определенные Аллюзии С Петропавловским собором То есть Это конечно же Абсолютный По сути Манифест Да То есть Если вы сравните Как выглядели Церкви В Допетровской Руси И как выглядит Вот это То Вы сможете себе представить То ощущение Какой испытывали Жители Первопрестольной Когда Вместо Пятикупольных Или однокупольных Храмов Стали возводить Вот такую Вот Не пойми что Да Отсюда Отсюда Вот это Прислали нам Жида Паганова Из колена Данова То есть И все Теории О том Что Петра Первого Подменили Почему Отпевали Чаодаева Здесь Потому что Он довольно Долгое Время Жил В усадьбе Левашовой От самой Усадьбы Не осталось Ни камня Но Там Вроде Как Есть Флигели Вроде Как В одном Из них Вроде Как Он Жил Хотя Другие Считают Что И Этого Флигели Не Сохранилось Здесь Я Обычно Показываю Чисто Питерский Прикол Закуток Счастья Потому что Это уже Такой Доходный Доходный Дом Но Сегодня Вас Это Счастье Не ждет Потому что Туда Просто Напросто Не Пробраться А Вот Куда Пробраться Так Это Вот На ту Сторону Потому что Всю Эту Конечно Жилую Махину Должно Было Обслуживать Определенное Количество Людей И Ну Было Штат То есть То Как Сейчас Должны Были Быть У нас И Там И Сантехники И Дворники И Все Остальное Они Жили Отдельно А А вот Чистые Работники Конторы Жили Вот В этом Здании И Здесь Находилась Непосредственно Дирекция Ну Как сказать ТСЖ По сути Которая Обслуживала Вот Этот Весь Дом Он С Таким Видите Тоже Такой Акцентированной Башенкой Там Внутри Лестница Умопровочительная И Я Вот Периодически Тут в окна Заглядывал И Знаете Что Я Видел Что Вот Этот Оконный Переплет Он Был Поменен Потому Что Раньше Через Него Все Хорошо Просматривалось Там Была Такая Практически Коммунальная Атмосфера Атмосфера Здесь Тентовая Лестница Находится Это Очень Замечательный Такой Закуток Старой Москвы Ну а мы Тем Временем Перейдем К Чайдаеву Значит Он Вообще Из Древнего Дворянского Рода Был Абсолютно Небедный Человек Но К сожалению Он Его брат Михаил Они Рано Потеряли Родителей И Им Досталось Миллионное Состояние С которым Они Могли Бы Жить И Жить Но Как Мы Потом Узнаем Впоследствии Это Состояние Их Отнюдь Не Спасло И Когда Они Остались Сиротами Их Взяла На Вспытание Их Тетка Щербатова Ее Была Фамилия Аккуратно Видишь Эти Штучки Они Опасны Еще И Для Операторов А Не Только Для Автомобилей Я Себе Все Все Бамперы Девушка Не спешите Подождите Да Мы Пройдем А Вы Сейчас Прямо А Вы Девушка Вечная Битва За Парковку В Москве Значит Он Принимал Участие В Войне 12 1812 Года Очень Себя Проявил У него Был Орден Святой Анны Железный Крест Иностранный И У него Впереди Была Абсолютная Блестящая Карьера Потому что Сначала Он был Адъютантом Генерала Васильчикова Но Сам Александр Первый На него Глаз Положил И Было Очевидно Что Он Вскоре Станет Эдитантом Самого Царя И Тут Случается Знаменитое Вот это Событие Взбунтовался Семеновский Пол Что значит Взбунтовался Это не значит Что они Схватили Сабли И пошли Рубить Своих Начальников Это не Февраль 17 Года Нет Там Просто Одна из Рот Отказалась Выходить Строение Потому Что Ну С ними Абсолютно Отвратительно Обращались Чанаев Тогда Уже Не был Не служил Этому Полку Есть Такая Байка Ну Дайдем Ненадолго Есть Такая Байка Что Он Перевелся Вахтырский Гусарский Полк Потому Что Там Была Красивее Форда На Сам Деле Знаю Чанаева И Вот Описание Которые Потом Последуют Вполне Можно В это Поверить Это Абсолютно В его Духе И Васильчиков Выбирает Чадаева Для того Чтобы Сообщить Об этом Александра Первого Александр Первый Тогда Поехал В Тропа На Соответственно Совет Вот Этот И Дальше Филип Вигель Такой Известный Собиратель Значит Всех Байк Анекдотов Ну И Быто Писатель Человек Когда мы говорим французский ренессанс Тут конечно надо бы перенестись в Париж Или в какие-то предместия столицы Франции Чтобы наглядно вам это показывать Потому что обычно это все мимо ушей пропадает Вот Но Конкретно этот особняк Он вобрал в себя еще очень много от стиля неогрек О чем нам говорят Вот эти вот Пальметы наверху Пилястры Вот эти Я бы это назвал конечно подсвечники Это на самом деле То есть это намек вообще на Стены греческих храмов Которые подсвечивались Факелами Жертвенными Ну и вот эта вот ночь Фонтан сделанный Во Франции Реально Она держала электрический фонарь Ну то есть Блин В каком-нибудь В 1613 году Он застрелиться не встать Представляете Электрическая лампа В руке у Скульптуры Надо бы еще знать Писал Вигель Что гусар и доктор философии Чаадаев В отношении к наряду Был совершенной кокеткой По часам просиживал он за туалетом Чистил рот, ногти Притирался, мылился, хокрился Прыскался духами Дорогой к императору Он предался тем же занятиям Оттого с прибытием опоздал двумя сутками Но это правда Он действительно опоздал Непонятно Соответственно по этой причине Или какой другой И Александру уже сообщили об этом То есть Австрийский император Когда они беседовали Он говорит Ну Ваше Величество Что-то как-то О чем мы можем с вами беседовать Если у вас там Есть определенные проблемы А Семеновский полк Любимый полк Александра I Какие проблемы А вот уже Он был в курсе А Александр был не в курсе Понятно, что когда Чаадаев Он прискакал А он еще прискакал Вроде как с таким намерением Пользуясь случаем Сообщить Александру Как надо Управлять стороной Что он отменит Крепостное право Вот это все Ну и в общем Видать Александр принял его Не очень хорошо И Чаадаев возвращается И под этого отстав Просто на взлет Это был, конечно, шок для общества Уже тогда кто-то там подумал А не тронулся ли он умом Но это лишь начало беды Здесь хочу тоже подставить Значит, две фотографии Одну в ту сторону Как раз видна церковь И показаны дома Которые стояли вот на месте Вот этой вот высотки А второе вот в ту сторону И видно, что вот этот Хлудовский особняк По проекту Романа Клейна Он был раньше вообще-то двухэтажным Он был надстроен Ну и вот это вот Как раз стародавняя Москва Я очень люблю вот эти ситуации В кавычках, да, люблю Когда люди, ну, не в состоянии подождать двух секунд Вот все, вот, понимаете Ну, жизнь нарушилась Вот это, кстати, касается пешеходов Которые стоят на пешеходном переходе И вот им надо Вот пять секунд остается Нет, он побежал на красный свет Зачем ты бежишь? Куда ты бежишь? В одном плане, конечно, надо у нас Процитировать Пушкина Быть можно деленным человеком Но думать о красе ногтей, да Не в тренд В наш современный И думать К чему бесплодо спорить с веком Обычный Обычий деспот межлюдей Но здесь Александр Сергеевич Прямо, знаете Не Не вспоминаю случаи, короче Я еще когда жил на Озерковской набережной В Москве Привет, яраляши Которые мне предоставлял эту квартиру От Риалвеба И там был турник На берегу Я туда ходил И вот какой-то такой мужик Ну, такой Такой там Мужик-мужик Такой добрый Толстый Идет, что-то говорит Ну, там, правда, был не самокатчик Там был этот Доставщик Он тоже пролетает На всю улицу Как же вы? Ну, это был очень непичный Конечно Да, но Ждите Сейчас начнется Это Туда-обратно Да Обычий деспот межлюдей Это значит На то, почему люди покупают Допустим Айфон Второй Чаодайв Мой Евгений Вот вам, пожалуйста Не просто намек А прям прямая параллель Боясь ревнивых осуждений В своей одежде был педант И то, что мы назвали Франц Он три часа, по крайней мере Перед зеркалами проводил И из уборной выходил Подобно утренней Венере Когда надев мужской наряд Богиня едет в маскарад Ну, в принципе Один в один То, что писал Вигель Так что В общем Может быть в этом плане Он не так уж и Наговаривал На Петра Яковича То есть Тогда же была такая манера Вы не могли появиться Без перчаток в обществе Ну, реально И стоили они достаточно дорого Так вот Чаодайв Он покупал перчатки дюжинами И если ему первая пара не нравилась Он выкидывался дюжин Вопрос о деньгах Который он получал С тех самых крепостных Которым управлял его брат Хотя сам он Говорил о том Что надо бы нам отменить Крепостное право Ну, конечно И в итоге Он После того Как он подал в отстатку Сказал Все Прощение Мы этой Россия Ну Аллегория безусловная Да И уехал за границу Сказал, что он никогда больше не вернется Ну, он на самом деле уехал лечиться У него от первика, видать Начались определенные проблемы со здоровьем И все И все были уверены, что он не вернется Поэтому, например, в 1925 году Когда случилось декабаристское восстание Они всех похватали Спокойненько там у тебя передископ Чадо его записали И они с членом Нет, это прямо В фенции общества Почему? Потому что Ну, все были уверены, что он не вернется А он даже в том году Абсолютно убитый Разбитый И потерявший Жизни В итоге Возвращается И Прячется от мира В селе у своей тетки Как раз то и самое Село называлось Алексеевское И вот там Он знакомится с соседкой Которую звали Авдотья Норова Или попросту Дуня И мы тем временем пришли Вот как бы Вот этот, типа, первый флигель Да Вот это первый флигель Усадьбы Екатерины Гаврилов Львашовой А дальше Есть вторую Которую мы направимся Этот адрес нужно запомнить Потому что здесь Вот этот Басманный философ Как его называли Почему? Потому что он здесь живет И у нее летился В трех Собственно, комнатах Это Авдотья Норова У нее были Четыре брата Которые увлекались Литературой Научной деятельностью На чем, собственно Чарадаев Сошелся с ними У него была Богатая библиотека Значит, когда вы слышите Богатая библиотека Я очередной 118 раз Напоминаю вам Что книги стоят Ласки дорого И книга тогда Это вам все вместе Это вам Мобильный телефон Компьютер Телевизор Радио И так далее То есть это Главный источник Развлечения И так далее Там печатали сериалы Там Значит, печатали боевики Романтические комедии И так далее И у нее была сестра И вот они ходили В его библиотеку Брать книжки Она в основном брала Французские романы Ну и Он Естественно Ой Вот она Дверь Заветная Они живы здесь Они живут Прекрасно Здесь живет чудесная семья На самом деле Видите, мы на вас смотрим Я к ним как-то попал в гости Вот так вот ходил-ходил Они мы пригласили Накормили Какими-то вкусностями Наполили чаем Очень артитичная семья Значит, дочь занимается Скульптурой На кухне Абсолютно такой Творческий бардак И они мне рассказали Чудесную историю Значит, ну вот они Вот так вот выходят Здесь толпа Там, типа Чаадаев, 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 Чаадаев Но, говорит Недавно Чаадаев Переехал в соседний Флигель И поэтому Теперь толпы стоят там Нас от этого избавили Вот Ну я рад, что они До сих пор здесь Живут Потому что Как-то мы тут ходили И мне эта Квартира показалась Необитаемой И здесь просто Обратите внимание Ну вот Не знаю Дача Или что-то подобное Дуни Авдотьи Норовой Было Пойдем по сумаску Пройдемся 28 лет А ему 33 года 33 года Возраст Возраст кого Конечно же Поэтому надо Надо проповедовать Надо строить из себя Просто Значит Лидера мнений И так далее Вот Смотрите Как Шибаевский Особняк Отшибанили Получило Кстати Это здание Премию За реконструкцию Давай Перейдем А ну Можно сразу Нескосок Вот этот Как раз Сейчас мы Перейдем Вот этот Особняк Прове Тут Жили потом Его Сын и дочь В очереди Была фамилия Калиш Вот Это Типичнейший Пример Французского Ренессанса Русск Вот Такой Вот Это что-то Такое Знаете В стиле Леонти Бенуа А на самом В стиле Традиционных Французских Загородных Особняков Ну Или Еще У них Есть Такое Понятие Отель Пахтикулье То есть Мы же Отель Когда мы Слышим Отель Мы думаем Что это Типа Гостиница На самом Дело Традиционных Это частная Сорля Пахтикулье Это Пришло В партикулярном Плате Это Гражданская Частная Собственность Не военная И Она Вообще Мечтала Уйти В монастырь Но И остановила Заботу О своих Родителей Ну И Понятное Дело Девушка Влюбилась Влюбилась В Чаадаева Он Ей Читал Всякие Проповеди Говорил Что Счастья Можно достичь Если Вы думаете И заботитесь Только Либо о Боге Либо о ближнем Либо Только об идее Ну и вот Она Вот это все Совместила И увидела Это все В Чаадаеве Он уехал Из деревни Но Чуть-чуть позже Он познакомился Там еще С одной Барышней Екатериной Пановой О чем Я Тоже Вам Расскажу Он приехал Сюда В Москву И Как бы Почувствовал Себя Пасторем Дом Видите Перовских Я вообще-то Хотел бы показать Но он Находится За Сеткой Для меня Конечно Это Значим Тем Что Здесь Возможно Никто Этого Никогда Не докажет Но Возможно Сбывалась Софья Левна Перовская Потому что Алексея Кирилла Черезумовского Был Сын Николая Ну и Собственно Вот Перовские Они От Него И идут Поскольку Считалось Что В селе Перово Повенчалась Елизавета Со своим Сердечным Другом Алешенькой Разумом Но Это Вилан Поводеписанная Ну вот На тот Момент Все Были В этом Уверены А это Многострадальная Полицейская Часть Басманная Где В свое Время Сидел Владимир Маяковский Мы ее Увидим Когда Дойдем Разгуляя Я Покажу Фотографию Из Писажины Декабриста Анастасии Якушкиной Мужу Ссылку Чадаев Провел У нас целый Вечер Мне кажется Он хочет Не обратить Весь Пропитан Духом Святости Закрывая Себе Лицо Не спешит Не слышит Того Что ему Говорят А потом Как бы По вдохновению Начинает Вещать Он В какой-то Момент Стал И Света Избегать У Света В прямом Переносном Смысле То есть Света Имеется ввиду Светских Кругов И Света У себя дома Занавешивала Окна И вообще Был близок К суициду И Вот в этот момент Он начинает Писать письма Вот этой Екатерине Пановой Панова была Младше Норовой Она была Замужем За агрономом И точно так же Была соседкой Его по Имению Там В Алексееве В основном Она как и все остальные Читала дамские романы Но ради Чиадаева Замахнулась Даже на Платона Ну и В общем Точно так же Влюбилась Стала писать ему Письма Что делает Чиадаев Боясь Конфуза Значит Скандал И так далее Он сам Рассказал Ее мужу О том Что его Жена К нему Подкатывает Из-за чего Понятное дело Обечение В какой-то момент Сошло Практически На нет Это вот Эпизод Запомните Потому что Он очень характерен Для Петра Яковича Ну и Он Вот эти Колоссовские письма Читал До этого В Салонах В течение Семи лет А потом У него Закончились Без деньги Почему я Объясню Ещё Дополнительно И он Напечатал И в журнале Телескоп И Публикация Эта Произвела Эффект Просто Разорвавшейся Атомной Бомбы Значит Цензора Уволили Издателя Надеждина Сослали А Чиадаева Николай I Торжественно Объявил Сумасшедшим Это Такой Отличный Ход Для Тех Случаев Когда не знаешь Что делать С человеком Ну Там Вот Самое Знаменитое Что Мы Ничего Миру Не дали Мы Одинокие В мире Ничего Не дали Ничего Не принесли Ни одной Мысли Мы Ни в чём Не садились В движении Вперёд Человеческого Разума Ничего Полезного Не сделали Цивилизации И так Далее И так Далее Студенты Московского Университета Даже хотели Вызвать Чиадаева На дуэль То есть Вот Настолько Это Как бы Попало В нерв Он Очень Удивился Потому что Ну Собственно Он же Читал Их Везде Их Даже Переписывали И просто Если тебе Нужны Деньги Почему бы Это Не напечатать Вот Например Николай Языков Как ему Отвечал Вполне Чужда Тебе Россия Твоя Родимая Страна Её Предания Святые Ты Ненавидишь Се Сполна Ну Вполне Логично Своё Ты Всё Презрел И Выдал Но Ты Ещё Не Сокрушён И Ты Стоишь Пляшевый Идол Строптивых Дух И Слабых Жён Слабых Жён Потому что Его называли Ещё Дамский Философ Поскольку Он Имел Возвольствие На Женщин Ну Что Поделать Если Женщина В России Не Чем Мужчин Но Мне Больше Нравится Ответочка Дениса Давыдова Всякий Маменькин Сынок Всякий Абирала Модных Бредней Дурачок Корчит Либерала Том Итьера Ирабо Он На память Знает И как Ярый Мирабо Вольность Прославляет Здесь Перечислены Первые Два Это Лидеры Мнения А Мирабо Это Один Из Лидеров Французской Революции Кстати Он Такой Знаете Немного Более Умеренный Чем Антоняра Ирабиспер Тоже За измятая Жабо Хлещет Вуз Доврыла А глядишь Наш Лафаэт Брут Или Фабриции Мужиков Под пресс Кладет Вместе С Свекловицей Но Чардаев Этим Не занимался Но В данном Сучье Давыдов Прав Ведь Деньги Откуда У него Со своих Крепостных Фраз Журнальных Лексикон Прапорщик В отставке Для него Наполеон Вроде Бородавки И здесь Опять-таки Нужно Гостей Он сидел На возвышении Слева От него Был портрет Наполеона Справа Байрона Напротив Его Собственной Поэтому Тут Опять-таки Не в бровь А в глаз Пушкин Не стал Участвовать В его травле Он написал Ворон Ворону Глаз Не выклюет И Чардаев Очень сильное Влияние Оказал На Пушкина В свое время Поэтому Он и Съехал С темы Так вот По поводу Денег Михаил Присылал ему Изначально В год 7 тысяч рублей Серебром Это в те времена Ну то есть Допустим Я сразу напоминаю Что Обломов Снимал квартиру За 1200 в год И это спустя Столько времени То есть Это на самом деле Ну я не знаю По нашим деньгам Миллионов Двадцать Тридцать В год И он Потом писал Своему Брату Которому Он все Свои долговые Обязательства Просто тупо Отсылал Ты хочешь Чтобы я Обстоятельно Тебе сказал Зачем мне Нужны деньги Я слишком Учтив Чтобы с тобой Спорить И поэтому Соглашусь Что ты туп Но есть Мера И на тупость Неужели Ты не знал Что мне 15 тысяч Мало Веселись Деревне У тетушки Ну приезжай Сюда В объятиях Друга Мы позабудем И мое Горе И твою Тупость Какой Милый Человек Тратил Он На книги Лекарства Он дико Мнительный Он все время Боялся Простыть Отравиться И так далее Он нанимал Помесячно Очень красивый Экипаж У него был Коммердинер Которому Запрещалось Заниматься Грязной Работой И Специальные Служанки Выполняли Ее А специальный Человек Чистил обувь И ему И коммердинеру То есть Коммердинер Ему Нужен был Чисто Вот Как бы Мы сейчас Сказали Для понта Дела Ну и в 1932 году Последнее имение Ушло с молотка И он остался Просто без денег К существованию Он конечно Мог вернуться В деревню Где он там Ждал от Дуни Готовая Там Быть его Служанкой Но вот здесь Конкретно Как раз Екатерина Гавриловна Левашова Двоюродная Сестра Его Старого Друга Якушкина Она предложила Ему там Три комнатки И поначалу Конечно Он ей очень не понравился Своей манерой И вообще общения Но потом Они притерлись Семья Ее не понимала Не понимала Почему она Дает ему деньги Покупает ему билеты В театр Например Заботится о покраске Полов В его комнате Но он Начал учить их детей Всяким наукам Языкам И так далее И В общем В какой-то момент И они С этим Смирились Именно Левашова Сопутствовал Тому Что этот роман С Норовой Он прекратился Потому что Он показал Ее письма И сказал Может быть Мне надо Встретиться На что Она Сказала Очень Грамотную Вещь Которую Я хочу Процитировать Только Время Отсутствие Встреч Способны Вылечить Глубокую Любовную Рану Этой Души Дело в том Что некоторые Находили Ну поскольку У Онегина Это Чаадаев То вот Некоторые Находили Значит Норовый Прототип Татьяны Лариной Но Этот реальный Прототип Умер в 36 лет Надо сказать Что она Не Застала Вот этот скандал С философскими Письмами А вот По новому Она прожила До глубокой старости Муж Ее Объявил Сумасшедший Сдал В псевдом Пользуясь этим Получил развод Присвоил Все ее бабки Вышел Женился Повторно В данном случае Это было Совершенно Спокойно Можно сделать И она Когда вышла Из псевдома Она Соответственно Написала Письмо Чаадаеву С надеждой Что он откликнется Но он не откликнулся При том Что она Там ни слова И вообще Упреку Ему Не сказала О том Что Ну ее Вызывали На допрос Когда Вот Эти Философские Письма Были Напечатаны Она же не знала Что Господин Чаадаев Он Предваряя Эту ситуацию Сам Настучал Полиции О том Что Значит У Пановой Есть Письма А сам Я говорю Прямодушие Искренность Я вас Ценю Ну и В 1951 году Герцен Написал Своей книге Посвященной Революционным Событиям В России Восторженные Строчки О Чаадаеве И Это В общем Грозило ему Неприятости Патру Яковичу Что он делает Он пишет Одно из писем Графу Орлову Которая тогда Был главой Третьего отделения Ну Соответственно Говоря Что я тут Я с этим Не согласен Вообще Я к этому Не имею Такое отношение А второе Письмо Он пишет Герцен С Излиянием Любви Дружбы И так далее И его Архивист Жихарев Который Готовил Для потомства Всю переписку Он не выдержал И спросил Ну Как вы могли Допустить Такую гнусность На что Чаадаев Ничтоже Сомневшись Сказал Ну Дружочек Мой Мауншех Мы живем В России Нужно Беречь Свою Шкуру И В итоге Вот туда Где мы с вами были Ходила Не только Вся Москва К нему На Беседу Но в принципе Туда Съезжали Со всего Мира Со всей Россией Чтобы послушать Вот этого Басманного Философа И Надо сказать Что именно Чаадаев Он заложил Спор Между славянофилами И западниками Именно Он Первый Обозначил Вот это Понятие Западническое Именно Как я уже В самом начале Говорил С него Ведется Вот этот Вот Клинч Который мы Наблидаем До сих пор Что для нас Запад Это как бы Наш друг Наш враг Как нам С ним С ним Быть И так далее Поэтому На мой взгляд Это одна Действительно Из самых ключевых Фигур Истории Нашей страны Но вот Кое-какие детали В его биографии Лично меня Конечно Ну мягко говоря Удивляет И вызывает Массу вопросов А я вам хочу Показать фотографию Вот примерно С этой точки Туда Как раз Видна Каланча Этой Самой Полицейской Басманной части Ну а вот Этот вот дом Куда мы Сейчас с вами Направимся Через какое-то время Сейчас он Находится За Такой сеткой Туда Простому смертному Не попасть Как он Выглядел До революции Я вам сейчас Подставлю Он был Двухэтажный Фотография Показывающая Что это Вторая Московская Гимназия А вообще Это особняк Мусина Пушкина Ну и сейчас Мы с вами Прервемся Потому что Нам надо Вызвать тех Кто нас туда Проведет И расскажет Что там внутри Когда-то здесь Ходил Алексей Иванович Мусин Пушкин Человек Которому мы Обязаны Слово О полку Игорю Ну не он и написал Он и нашел Вроде как Хотя дело ясно Что дело темное И дело темное Нам предстоит В прямом смысле Этого слова Потому что Сегодня мы будем Гулять там Где даже Нет электричества Значит Почему мы здесь Оказались Потому что Вот прекрасный Человек Представься Махов Игорь Заместитель директора НИП МГСУ Это строительный университет Московский И мы собственно говоря Находимся В нашей Альмаматор Это историческое здание МГСУ Когда-то Гимназия Потом соответственно Первый учебный корпус Далее мы переехали На Ярославку Ну а здесь вот Осталось историческое здание И до недавнего времени Оно функционировало К сожалению Общее его техническое состояние Дальше не позволяет Его использовать Но в 2019 году Начались работы Были проведены Работы по обследованию здания И разработан проект По реставрации Собственно говоря Этого здания И приведение его К нормальному Техническому состоянию И сегодня Как раз Наверное Осветим Основные моменты Которые Были здесь Ну которые Во-первых Вообще Затрагиваются При работе С историческими зданиями То есть Это моменты И исторической записки Которые у нас Изначально проводятся Чтобы понять Вообще Что это за здание Это Работы обмерные Чтобы Понимать габариты Этого здания И Ориентироваться В пространстве И самое главное Понимать начинку То есть Из чего Все это здание Состоит Где у него Какие-то больные места И как его спасать Собственно говоря Потому что Реставрация Это же на самом деле То есть Ну Нельзя все зашить Гипроком Или там Стеночку снести И так далее Вот кстати Вот Сразу с места в карьер Вот это что такое Это условный Обмерный ноль То есть Реставраторы Поскольку пол Весь гуляет А нам нужна Какая-то точка отсчета Поэтому Она рандомно Выбирается По высоте здания И вот это Как раз От нее Пляж Вот все Да Поэтому Он Короче как уровень Ну условный уровень Да Условный нулевой уровень Да Как наш этот Пубь земли В Кронштадте Так Куда мы идем Да Пойдемте так Пойдемте Пойдемте По первому этажу И дальше Уже Выше Так Сейчас тогда Налево Начнем Тут небольшая комнатка Есть О Какая прелесть Как раз сразу Начнем Знакомиться Какая прелесть Это Это собственно говоря Одно из мест Вскрытий То есть В чем проблема Ну конкретно с этим зданием С историческим вообще Любимым С этим проблемой Что здесь очень много Достроек Пристроек Перестроек И так далее Ну как бы дослойный пирог Да Да Мы сейчас там пройдем В другую часть Там прям у нас Внутри здания Есть окна Собственно говоря Это пристроенная часть А здесь у нас Получается Нам нужно было Вскрыть фундаменты То есть под каждой частью Уникальные фундаменты Там характерные Для своего времени И так далее Плюс еще и Под одной стеной Могли разное положить Там Из того что было под рукой Поскольку каких-то там Прям норм не было И соответственно Нам нужно было Каждый участок Вскрыть Посмотреть Из чего все это состоит Я не знаю Видно Можно чуть подсветить То есть здесь у нас Тесанный камень В других местах Мы видели бутовый Опять же Состав полов То есть это Бревенчатые Деревянные Ну и конкретно В этом месте Мы начали вскрывать Потому что у нас здесь Есть такая прекрасная Арочка с какой-то нишей То есть непонятно Что под ней было Вообще Может быть какой-то провал А у нас еще Москва прекрасна тем Что вся Весь центр Москвы Он является Скарством А то есть Возможно Какие-то провалы Нет Весь центр Москвы Закопали Ну без этого Но плохо закопали Ну видишь Плохо закопали Поэтому Он весь скарствовал В общем Поэтому приходится Смотреть Что с фундаментами В каком они состоянии Потому что мы Здесь Наблюдаем трещинку Вот можно проследить Она по кладке идет Здесь еще какая-то Перемычка И вот конкретно Эти места Выбираются Рандомно То есть исходя Из опыта Исходя как раз Из исторической записки Мы пытаемся сначала Следить Где какие элементы Находятся Ну и Исходим из того Что Все-таки Какие-то основные Реперные точки Нам поймать Ну как так Потолки Тоже все трещат Стены трещат В общем Все здание Дышит Но в случае Со зданием Это Скорее плохо Чем хорошо Пойдемте дальше Там у нас Бывшая столовая Практически неэксплуатируемая часть Аккуратней Ну то есть Вот как раз Для того Чтобы Здание Можно было Реанимировать Разработать проект Приходится Проводить Такие полномасштабные работы И Вскрывать шурфы Взбивать штукатурку Чтобы понимать Из чего эти стены Потому что Как я говорил Что вначале Проводится обмерная работа Для того Чтобы понять Основную геометрию Ну а дальше Чтобы понять Где у нас Несущая стена Где не несущая Насколько эти Стены и перегородки Исторические Из чего сделаны Перекрытия Это еще выше Посмотрим И так далее Посмотрите Посвяти пожалуйста Да давай А где основание Это в итоге Фундамент Вот если туда Например смотреть Вот фундамент Получается Выступающая Вот эта часть То здесь Бутовый камень А ну вот он Да Ну это известняк Очень характерный Фундамент Здесь вот Что-то у нас Обвалившееся И закопанное Собственно говоря Еще предо всех Эти шурфов Что это копается Все вручную Естественно Да Так что Естественно Все вот эти Отвалы земли Что-то еще вывезли Ну а так Это все вот Специально Обычные люди Ну есть Да Специализируются И копают Иногда даже Кандидаты Геологических наук Так что Туда наверное Можно и ходить Там в принципе Ничего особо Интересного Красивая плитка Да Там кухня И Советская Экзотика Давай сразу Чтобы вот Навигацию Как-то соблюдать То есть мы Вот сейчас Площадь оставляем Позади И идем Получается Вдоль Да Мы как раз Сейчас повернем Направо Пройдем Можно Здесь кстати Зайти Да Пардон Ну все Чтобы я уже Поплыл Куда и где Сейчас мы возвращаемся Идем вдоль площади Да Идем вдоль площади Здесь собственно говоря Один из примеров Еще Что у нас все перекрытия Абсолютно разные Здесь у нас Поздние какие-то балки Значит При этом есть Арки Ну и соответственно Какие-то арки Зашиты Все трещит Но здесь еще Это вот четко читается А в каких-то местах Приходится прям Целые расследования Проводить Для того чтобы Определить Какие конструкции У нас Скрыты С таким антуражом Еще не хватает Такой музыкой И девочка такая Маленькая В белом платьице Выходит Ну можно прям Из окна Обратить внимание Да Так что И кстати Что интересно Это вот эти вот Затяжки Или воздушные связи Это называется То есть это Изначальный Металлический элемент Ну здесь он уже Не совсем изначальный Даже он видны Следы приварки Он каких времен Вот эта вот связь Это уже что-то Советский новодел Но вообще В арках И вообще В каких-то Купольных постройках Это частая история Для того чтобы Воспринимать Распорные усилия Потому что Массива стен Даже вот таких вот Метровых Все равно Его не достает Сейчас давайте Как раз Пройдемся С другой стороны Этих окон И выйдем А вот это ребята Это моя молодость Столярная Осколка Я два училища Вот этим Как бы Вообще Выразится Говном Зашил Тогда Это было Очень Модно И вот эти Вот прекрасные Помню Перфорированные Вот эти штуки Там у нас Гимнастический корпус Туда мы потом Дойдем Но пока Вот С главного Здесь У нас Соответственно Вот получается Стена Это поздний Советский объем Уже пристроенный Металлические Балки Металлические Стойки И соответственно Все Протекает И пойдемте Как раз Вот на главную Лестницу Выйдем Парадную Перестроена Здесь Опять же Вот эти Наши Места Вскрытий Вообще Их Довольно Таки Много Кстати Вот там Еще есть Один участок Тоже Просто По объему Чтобы Представлять Насколько Это Трудоемко Вообще Уследование Это такая Многомесячная История Здесь Вот просто Все В земле Ну вот И представляете Как Красиво То есть Когда шур Вкопается Важно Не просто Фундамент Открыть Важно Еще Подкопаться Под Фундамент То есть Определить Подошву Фундамента Понять Его мощность Понять Его состояние Ну вот Здесь Вот Такие Уже Не совсем Тесанные Камни Ну а вот По этим Ступеням Уже Ну Не Мутин Пушкин Конечно Но Высоцкий Ходил Да Когда здесь Был Строительный Да У них Поднят Поднят Уровень Что-то Мы здесь Даже Вскрывали Определяли То есть Каждый Вот этот Участок Здания Необходимо Вскрыть Посмотреть Что там Чтобы провести Правильные Расчеты Чтобы правильно Определить Это все Ну и плюс Еще Естественно Конечно Естественно Конечно С историческими Зданиями Что есть Предмет Охраны То есть Это те Элементы Которые Подлежат Сохранению И которые Необходимо В случае Утраты Восстанавливать Например Вот эта Лестница Здесь Насколько я помню Фиксировалось Расположение Вот эти Прекрасные Скульптуры Но Не сами Скульптуры Поскольку Это копии Но Их Мотив Их Расположение И так далее Там Кстати Вот эта Дверь Двухстворчатая Это когда-то Бывший Балкон То есть Можно Понимать Что Эта Лестница Это тоже Уже Какая-то Перестройка Но Перестройка Историческая И соответственно Поэтому Ценная А есть Перестройки Вот как Смотрите Здесь Менее исторические Такая же Лестница Обратите внимание Что в советское время Аполлону Бельведерскому Конечно Налепили сюда Цензуру Нечего Студенток Смущать Да Давайте Как раз Сюда Это Главный зал Сочетание Московского Снежига Как-то Французского Снежига Нижегородским Такие Прекрасные Смотрите Колонны И Такое И вот Это Все Ну То Что Я Говорил Да Ну Колонны Здесь В виде Бочек Они Полые Внутри Собственно Вскрывали Определяли Да Толщины Пола Расположение Балок Здесь В этом плане Очень сложная История Потому Что Интересно Смотрите Идет Деревянные Дальше Идет Уже Советская Судя Это Положен Да Это Бывший Бальный Зал Здесь Собственно Говоря Вот По этой Границе Должна Была Быть Какая-то Ложа Так Принимаю Музыкальная Ну И Вот Это Перекрытие Оно Настроено Уже Советский Период А Здесь Вот Такая Любопытная Лесенка Мы Можем Немножко По ней Пройтись Думаю На чердак Мы Поднимемся По другой Ну А здесь Какие-то Комнатки Вот Замечательная Перегородка Историческая Видите Вот эта Драночка Наша Любимая И Это Опять Очередная Головная Боль При Реставрации Потому Что С одной Стороны Хочется Максимально Сохранить Исторические Элементы С другой Стороны Современные Пожарные Нормы Дерево В общественных Местах Крайне Вот Прикиньте Да Вот раньше Почему Всегда Рассказываю Особенно Когда Про блокаду Речь Заходит Почему Дома Горели Да Вот Почему То есть Кирпич Есть Есть Но И дерево Присутствует В должном объеме Пойдемте Дальше Дальше Вот Можно Как раз Подснять Колонну Да Вот Видите Из чего Из чего Из чего Сделаны Наши Мальчишки Можно Даже Не наклоняться Чуть повыше Где Вот Мы еще Получим Возможность Вот Так Вот И главное Смотрите Можно Что сделать Можно Сделать Вот Так Вот Да И Бабушка Не подскочит И тебя Не укусит За одно Место Я боюсь Даже Представить Какие Конечно Финансовые Вливания Это все Я сейчас Не буду Озвучивать Сумму Может Вылиться Не помню Нет Она уже Зафиксирована Да Зафиксирована Экспертизой Ну Там Конечно Не один миллиард Получается Потому что Здесь комплекс зданий Всего зданий У нас Получается Пять Несколько Речи Где-то Вскрывали Большие фрагменты Полов Для того Чтобы Понять Общую Структуру Где-то Когда уже Понимаешь Структуру Вскрываются Какие-то Отдельные Места Просто Чтобы подтвердить Ну А если Ты вскрыл И понимаешь Что Там Что-то Абсолютно Другое Ну Соответственно Это Новый Участок Для Исследований А было бы Круто Если бы Конечно Какой-нибудь Клад Нашли Я потом Еще расскажу Есть же Байка Что тут В подвалах Мне реально Рассказывают Люди Что Еще даже В 80-х Годах 20-го Века Сюда Приходили Простукивали Там Стены В надежде Найти Клад Много На самом Деле Кто Обследовал Потому что До этого Была Какая-то Контора Наемная Не помню Это Может кто-то Что-то И нашел А здесь Почему я сюда Привел Очень интересные Вот эти Системы Теплый пол Теплые стены То есть Печные Печи Которые Располагались В подвалах И дальше Все стены Они Были пронизаны Такими каналами Вот здесь Можно слева Посмотреть Там еще Ну это Еще Конечно Древнее Риме Используем В основном Здесь Да Интересно Очень Круто То есть Топилось Это все Судя Всего Внизу Где-то Да Это В подвале Там Как раз Есть Участки Причем Здесь Вот Видите Тоже Стена Была Пристроена Вот Она Выломана Вот В том Объеме То есть Здесь Здание Оно Полноценно Проживало Ну Ломалось Перестраивало И так Далее Я думаю В каждую комнату Не имеет Смысла Да Тем более Я уже потерялся В навигации Ну вот Здесь Как раз Справа Наша Прекрасная Чугунная Лестница Вот Это Конечно Земная Красота Да Она Тоже Пострадавшая Но Самое Обидное Что Ее Нельзя Использовать Как Пути Эвакуации Поэтому Вот Эта Красота Она Только Для Красоты То есть Походил Вокруг Посмотрел Максимум Пока Никто Не видит Поднялся Вверх Вниз Все А По Проектной Документации Опять же Это все блокируется Чтобы Не дай бог Никто Опять же Потому что Чугун Абсолютно Непредсказуем И Что С ним Будет Во время Пожара Поэтому Здесь Все Закрывается Тушится И Вот Здесь Еще Один Интересный Момент По поводу Связи То Что Я Говорил Там О Этой Арке Да Здесь Можно Заглянуть Внутри Стены Увидеть Что Крутая Вещь А Второй Вот Туда Прямо Под Связи Вот Там Видна Тебя Перемычка Добьет Добивает Камера Отлично Вот Это Ребята Вообще Эксклюзив Но Это То Что Я Всегда Показываю На С Вот Они Торчат Такие Клиния А Здесь Мы Видим Это Снаружи Да И Соответственно Внутри Они Проходят Сквозь Здание Да У них Тоже Они По Длине Расклинивались Сюда Мы Можем Как раз Себе Позволить Подняться По Этой Лестнице Пока Никто Не Видит Ну И Собственно Горя Мы Находимся На Последнем Ненадстроенном Этаже Первоначальный Этаж Было Три В Советский Год Достроили Еще Четвертый Поэтому Это Последний Оригинальный И Опять же Здесь Есть Участок Где Вскрыли Практически Все Перекрытие Да То есть Тут Можно Прям Наблюдать Причем Обратите Внимание Вот у нас Есть Главная Балка Да Просевшая Дальше Вот Было Усиление Две Доской Это не Назвать Два Бруса Таких И Брусья На месте Балки Нету Поэтому Как все Это Держится То есть Она Ну Конечно Вот Если Посмотреть Вот Она Начинается Ровненько А дальше Она Просто Взяла И Ушла То есть Это Как работает Конструкция Очень Наглядный Пример Как раз Поразительно Так что Вот это Как раз Огромная Сложность Что Здесь Может быть Одна Балка Через Момент Другая Следующая Прогнувшаяся Здесь И вскрывали Все Чтобы понять Какой Процент Балок И Вот Эту Продольную Аккуратно Господи Тут Еще Смотри Вот Это Вообще Просто Огонь Такое Даже Я Не так Часто Встречал Подобного Рода Изоляция Ну Вы Наверняка Напишите Что Типа А я В свои Годы Миллион Раз Это Все Делал Ну Возможно Я Не претендую У меня Есть Опыт Строительства В основном Как раз Демонтажного Здесь Как раз Вот этот Зал Который Раньше Был Двухсветным Настроенный Советские Годы И Вот Такая Чудесная Аудитория Получается Потоковая Опять же Вскрывали Смотрели С чего Все Это Было Сделано Там Кстати Интересный Участок Сейчас Можно Подойти Поближе Это Получается Конец Исторических Стен И Начало Надстраиваемых Я Говорю Про Это Место Видно Немножко Утопленная Стена Да Там Прямо Балка Виднеется Крут Ну а Здесь Получается Балконная Часть Которая Наверное Тоже Не особо Сохранилась Там Какие-то Балки Есть Отбирается Конечно Материал Проводится Химический Анализ Определяется Возраст Этого Материала Но Объем Колоссальный И понятно Что Каждый Элемент Просто Невозможный То есть Если бы Обследование Проводилось Именно По каждому Элементу То Оно Бо стоило Еще дороже Чем Строительство Поэтому Это Всегда Выборочная История Такая Я Понимаю Что Ремонт Нужно Начать Невозможно Закончить Но Тем не менее В проекте Какое время Отводится На Все работы Опять же Вот Пример Нового Перекрытия Какая-то Скорлупка Железобетонная Сверху Деревяшки Отвечая на Твой вопрос Время Разрабатывается Разделом Таким Как ПОЗ Проект Организации Строительства Есть Определенные Нормы Выполнения Работы Сходя Из тех Работ Которые Заложены В проект Конструктивный Архитектурный По Инженерным Системам Соответственно Сходяется Делается Календарный График И Определяются Сроки Здесь Проект Разрабатывался Довольно Давно Я Сейчас Не вспомню Поэтому Что Мне нравится Что В советские Времена Вообще Не парились Но Я точно Так же Делал Просто Гвоздями Прихерачивалось Никаких Еще Не то Чтобы Шурупов Саморезов Даже Шурупов Не использовалось Фигачишь Туда Гвоздями И Норм И Оно Потом Видите Очень 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 Красиво Держится Главное В кабель Не попасть Да И Это Обратите Внимание Тоже Гвоздями А потом Сверху Такие Реечки Да Вот Какие-то Окна У нас Заложены Опять же Можно Видеть Арочка Красивая Вот Видите Здесь Окно Явно Опять же Вскрываешь Смотришь Потому что Нужно Понять Где Были Какие-то Проемы А там Золи Это Бриллианты Так А ну Вот Хоть Немножко Сориентироваться Да Да Это Это Сору Лефорта Вот Да Потому что Сами Мини местные Но я В этом районе Немножко Ориентируюсь Ну Я Как Истинный Москвич Москву Знаю Плохо Так Все Нормально Слушай Но я Тоже Только В центре Так За Третьим Транспортным Так Ну И вот Это Новодельная Лестница Мы По ней Поднимемся На Четвертый Этаж Опять же Обращаю Внимание Участки Стен То есть Где они Заканчивались И Начинается Новая Кладка Все В протечках Опять же Это Головная Боль Чтобы Понять Насколько Повреждены Конструкции То есть Либо Это Просто Какая-то Разовая История А какое Время Вот Это Здание Пребывало В таком Предварийном Состоянии Слушайте Где-то Здесь Вроде Ничего Нету Где-то 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 Наверное С Семнадцатого Может быть Около Того Опять же Вот здесь Выставляются Уровни То есть Там мы Видели Условный Ноль А здесь Вот От этого Нуля Отмеренная Какая-то Другая Отметка Вот Это Мы уже На чердаке С вами И Здесь Полностью Советский Антураж Опять же Все Эти Вскрытия Можно Не Заходить Но Единственное Что Хотел Показать Давайте Вернемся Немножко Назад С Какими Сложностями Приходится Сталкиваться Да Это Было Здесь У Нас Там Получается Главный Вход Через Который Мы Входили И Соответственно Там Вылетел Из Головы Вот Это Вот Ну Короче Крыша Вот Эта Скатная На входе Да Не Вылетел Портик Да Благодарю Портик И Собственно Горя Он Зашит Раньше Здесь Было С этой Стены Не было Прямо Сейчас На уровне Да Да Вот Здесь Через окно Можно Посмотреть И Приходилось Пробивать Вот Такой Лаз И Залезать Чтобы Его Обследовать Вот Такой По заветам Винни-пуха А Ну То есть Это Мы Сейчас Прямо На Разгуляй Смотрим Получается А Ну Да Вот Он Вот Этот Портик Скат Собственно Короче Вот Так Вот Мы Пришли Вот Оттуда Друзья Мои Вот Оттуда Там Высотка С которой Мы Стартовали Вот Мы Смотрим Эту Площадь Ну Опять Ж К Разным Перекрытиям Здесь Вот У нас Получается Какая-то Двутавровая Балка Обшитая Деревом Ну Это Понятно Уже Более Поздние Времена Поэтому Такой Мощный Двутавр Ну Да Ну Опять То Что Он Здесь Это Не Значит Что Через Сколько Метров Будет Такой Двутавр Мы Обнаружили Две Колонны И Долго Пытались Разобраться Зачем Они Здесь Такие Мощные Нужны Да Пока Вот Я Рассказывал Пока Не Поняли Что Это Вовсе Не Колонны А Печные Трубы Опять Напоминаю Что Мы С Вами На Чердаке Вот Здесь Можно Как Раз Пронаблюдать Смотрите Какой Прикол Действительно Там Прям Видно Дымоход Виден О А Здесь Можно Туда Прямо Заценить Толщину Полов Да Толщина Перекрытия Как Раз Куча Строительного Мусора То есть Сложная Такая Балочная Система И Большая Конечно Проблема При реставрации Что Все Эти Здания Строились Когда Еще Никто Не Знал Ни Про Канализацию Ни Про Отопление И Тем Более Про Вентиляцию И Чтобы Ну Уже Не Говорю Даже Про Пожарную Безопасность И Чтобы Все Это Здание Привести К Какому-то Приличному Виду Стандартным Нормам Да К Современным Нормам Приходится Исхищряться И Использовать Какие-то Участки Для Того Чтобы В них Запихнуть Огромные Вент Короба Для Того Чтобы Сделать Систему Дымоудаления Посмотрите Какая Прелесть Это Прямо Это Как у меня На даче Было Здравствуйте Проходите Так Ну вот Мы Наконец-то Поднялись На Чердак 2.0 Но Прежде чем Выйдем туда Я предлагаю Осмотреться Итак Эксклюзивный Эксклюзив Специально Для Вас Друзья Мои Да Настрой Только Мы Трое Голубя Да Я думаю Туда Подниматься Уже Не Имеет Смысла Ну вот Это Церковь Елоховская Площадь Ну не В той Церкви Как бы Там Висит Мемориальная Доска Крестили Пушкина Но Не Конкретно В этой Церкви То ли В каком-то Пределе Который Для нас Не важно Главное Что-то Там Перед ним Стоит Памятник Бауман Я об этом Снимал Короче Туда Красносельская Туда Бауманская Туда Лефортова А туда Центр Кремен Непосредственно Ну Здесь Можно Просто Пронаблюдать Наш Ансамбль Мы Находимся Уже В гимназическом Корпусе Вот Это Желтое Здание Вытянутое Там У нас Северный Флигер А там Еще есть Да А все-таки Можно Можно Пожалуйста Да Давай Лучше Обзор Ты что Вы что Ребята Конечно Конечно Должна быть Такая Тиктокерша Которая Я люблю Тебя Москва И Танец Санжами Да Ну вот Это справа Это Украина Гостиница Потому что Вот там Там Площадь Трех Вокзалов У нас Танкинская Башня Видна Ну и вот Можно Пронаблюдать Как раз В каком состоянии Да Подсними Вот здесь Очень хорошо Разрушение Карниза Хорошо Виден Вот это Как раз Советский Объем Как раз Где металлические Колонны Я показывал Которые Протекают По проекту Предполагается Демонтировать Но так же Как и Четвертый Этаж По городской Байке Но правда Не отсюда С ротонды Наполеон Ну Наполеон Мне кажется Где только Отсюда Не смотрел Вот он Тоже взирал Отсюда На Москву Но она Конечно Тогда Была Пониже Немножечко Ну ладно Насладились С погодой Подвезло Даже когда я был Первый раз Я тут в куртке Ходил В зимний Столько ждали Но зато Меня попросили Снять хорошую погоду Я помню Я согласно ТЗ Подождал Практически Сколько там Больше полугода И вот Хорошая погода Да Так Ну а здесь Будет интересно Посмотреть Правда Аккуратнее Надо Пригибаться Это Собственно Говоря Мы Пробираемся Так Аккуратнее Заходим Где наш Оператор Да Дальше Будет Лучше Собственно Говоря Вот Наша Стропильная Система Это Уже Поздняя Советская Но На самом деле По стилистике Она Очень похожа И Новую Стропильную Систему Которую Мы делаем По проекту Ань Мы Опять же Ее Ну Что-то Похожее Делали Потому что Здесь У нас Такой Трапециевидный Участок В плане И Перекрыть Его Феррами Деревянными Довольно Таки Сложно Слушай Нормально Но Вот Эта Щели Это Типа Специально Для Вентиляции Сделано Там В конце Или Это Как У Мне На Немножко Сгоревшая Немножко Протекшая Нифига А По проекту У нас Здесь Еще Проходят Бесконечные Кораба Вент Оборудование Есть Вент Камеры И Собственно Горя Вот Это Все Поженить Как Вентиляционщики Ныряли Под Балками Это Была Довольно Сложная Задача И Мы Здесь Использовали Такую Технологию Как Би Моделирование Она Относительно Не Новая Для Нового Строительства Но Для Реставрации Не так Много Проектов Которые Реализованы В ней И Собственно Говори Здесь Мы Тоже На Это Замахнулись И Конечно Я Понимаю Что Без Вот Этого Объемного Построения Каждого Элемента Без Задания Фактических Габаритов Было Бо Невозможно Сделать И Так Проработать Проект Потому Что Иначе Это Просто Было Бы Все Заложили Там Лишние 100 1000 10 1000 Метров И Отправили Строителям Они строят И Дальше Начинается Куча Вопросов Переделок Доделок И так Далее А эта Технология Соответственно Позволяет Уже Увидеть Полную Модель Походить По ней Да Пожалуйста Можем Пройти Немножко Дальше Да В принципе Картина Понятна Просто Вот Видите Как раз Двутавры Лежат Здесь Какой А Тоже Стяжкой Сделано Ну В смысле Крепеж Офигеть Да Слушай Старая Вентиляция Что-то Горело Да Да Нифига себе Я же говорю Все такое Аварийное Перекрытие Такое Зыбкое Видишь А вот Это Как раз Венткараба Это Какая-то Советская Венткамера Ну Вот Это Стандартная Ребята Структура Любой Крыши На самом деле Тех Времен То есть Она может Отличаться Там Деталями Но Вот Они Реально Вот Так Вот И Делают То Просто Деревянное Перекрытие Сверху Жесть Которая Тоже Там Смолилась Обрабатывалась Периодически И прочее Сверху Должна быть Медь Ну Медь Медь Да Медь Конечно Медных Дел Мастера И Этому Все Занималось Когда В Экспертизе Увидели С Времена Пушкина Прошли Да Извините За Автоп Я просто Промет Вспомнил Одну Историю Из области Архитектуры Есть Такое Культовое Строение В Нью-Йорке Сигрен Билдинг Называется Его построила Мисс Ван-де-Ро Я его Специально Поснимал Когда Там Был Короче Он Что Хотел Сделать Он Хотел Показать Как раз Внутреннюю Структуру Вот Эту Красивую Металлическую Медную А По правилам Опять-таки Противопожарной Безопасности Не только В Нью-Йорке Во всех Городах Америки Вы должны Были Это Все Штукатуркой Облепить Так Что Он Делал Он Облепил Штукатуркой А Сверху Дополнительно Все равно Вот Эту Внутреннюю Структуру Улепил Из Меди Прямоуголье Но За счет Вот Этих Медных Элементов Это Конечно Продает Определенный Сразу Да Ну а Вас Медь Никто Ее Не Увидит Да Только Голубя Можем Как раз Пока Мы Наверху Заглянуть Еще Сюда Это У нас Гимназический Корпус Здесь Уже Такая Более Стройная Система Более Поздняя Ну вот Да Здесь Вот Уже Как-то Видите Ну это Вот О чем Я говорю Структура Одинаковая Просто Это Уже Сделано Как-то Более Там Более Сложная Форма Здесь Все-таки Прямоугольник Поэтому Здесь Типовые Конструкции О Товарищ Голубь Полетел Где нам лучше спускаться? Да, можем здесь спуститься и как раз сразу пойдем в подвал. Прямо по заказу. Лестница поздняя, здесь можно отследить по балкам, по ступенькам советской поры, по косаурам опять же. Я представляю, если кто-то, кто здесь учился когда-то, посмотрит сейчас этот ролик и обалдеет вообще от тех моментов, которые годами тут ходил или она и даже не догадывался об этом. Учили здесь действительно многие. У нас, в частности, я здесь обучался, но уже здесь были какие-то отдельные лаборатории. Здесь вообще же, насколько я понимаю, был факультет гидравлики и какого-то там специального строительства. Да, вот это главная как раз лаборатория гидравлическая. Мы сюда ездили специально на пары, нам показывали занимательные опыты. Я слышал, что это была единственная лаборатория в Москве, где типа можно было смоделировать цунами. Ну вот это не берусь сказать. Я до цунами уже не дожил. Здесь это стояло просто как экспонат. Ух ты, честно говоря, вот оно. Прекрасная лаборатория. А здесь должны лежать такие эмбрионы с какими-нибудь. Можем пройти прямо, там как раз есть комнатка. Аккуратнее под ноги. Вот это оно вообще для чего? Объясни блондинкам, таким как я. Слушай, это для гидравлических опытов, в двух словах. Все стало понятно? Да, абсолютно. Я же говорю, я, к сожалению, это застал уже примерно в таком состоянии. По-моему, здесь был какой-то уровень воды. Здесь вот скрывается насосная группа, которая все это прокачивала. Какие-то опыты. Прикиньте, мужчина Пушкина сказать о том, что тут будет спустя пару-тройку веков. Но это вот все поздний советский пристрой. Да, то есть мы там видели на первом этаже. Это вот подвальная часть. Опять же, сейчас это не требуется университету. Сейчас уже у нас. Но сейчас и технологии, может, уже поменялись? Сейчас, да, поменялись. Но таких лабораторных... Нет, мы лучше туда. Там как раз есть интересный момент, потому что да, мы с вами находимся, по сути, если говорить о временах Мусина и Пушкина, то под землей. Вот здесь такая байка есть, что, короче, но она прекрасна во всех отношениях, что французы здесь устроили пирушку, на которой каким-то образом оказались дворовые Мусина-Пушкина. И французы начали говорить, что вот наше оружие, которое покорило всю Европу. И... Да, аккуратно. И один из дворников говорит, да что ваше оружие? Вот у нашего типа сиятельства и пошел. В каком-то тайнике нашел какой-то арбалет или там секиру или что-то. Ну и все, и разграбили. Но в этой истории, конечно, очень сильно подмывает спросить, каким образом французские солдаты общались с нашими дворовыми, которые по-французски не бельмесы. Здесь определенный один из лучших образчиков строительного искусства. Рельс сверху, еще рельс. И здесь... Ну это на самом деле абсолютно хорошо, нормально. Уникальные балки, которые собраны из какого-то бетона и кирпичного боя. Да. Ну, я его слепил из того, что было. Ну, строительный университет. Да, да, что? Зато держится. Нет, держится. Это строили из подручных средств в стесненных условиях. Но его можно здесь заглянуть, мы там еще потом получше увидим. Это получается наружная стена и примерно уровень фундамента. Мы сейчас там пройдем, еще сможем потрогать фундамент прям руками. Да, давай. А, ну вот, видите, влияние ветрового воздействия на гидротермический режим водохранилища охладителя. Ну, вы все поняли, да? Кто не специалист, я имею в виду? Ну, здесь как раз вот прекрасный образец. А, да, ребята, вот это, смотрите, вот эти шкафы классические. Ну, вот это красивые, а вот это, это вот, ну, я думаю, сейчас у кого-то просто сердечко-то ёкнет. Наша любимая ДСП облицованная. А? Вот эти вот, вот это вот, винтик вот там крутишь и настраиваешь. То есть ты сначала сажаешь, а потом настраиваешь, чтобы это все захозило. Ну, а вот это высвердывается, я помню, таким таким толстым сверлом, так, ввввввв. Два миллиметра меня разбуди ночью, скажу, допуск. От края. Давайте вот заглянем сюда. Это как раз у нас получается, опять же, аккуратнее голову. Вот, вот о чем я говорил, вот у нас получается. Мы нашли исторические камни. Это фундамент. Да, это фундамент бутовый, можно потрогать, погрызть. Все, я трогал фундамент, который клали еще. Крепостные Мусин и Пушкин. Причем, видно, что вперемешку. А какие крепостные Мусин и Пушкин? Он же купил эту, господи, еще до него клали. Это сейчас меня московские краеведы съедят. Он же выкупил, на самом деле. Кирпичный участок, бутовый. Поэтому столько шурфов для того, чтобы каждый участок отследить, рассчитать и так далее. Оператор нам еще нужен. Ой, какая прелесть, ребята. Смотрите, какая прелесть. Телефон такой пачкает. Вот сейчас расскажи, как бы, молодежь, анекдот, да, что типа там это там телефон 22222. Да, что? Позвоните в скорую, у меня палец в диске застрял. Ну, он не очень смешной, он очень показательный. Так, а здесь, что я сюда привел? Ну, во-первых, здесь есть таинственная ниша. Она даже для нас осталась таинственной. Да, потому что что-то там, судя по всему, было, но вскрывать пол стены, тем более в подвале, это было... Мы от этой идеи отказались, но перекрытие здесь, конечно, подскрыли. Для того, чтобы, опять же, понимать, где что. Здесь у нас, опять же, дерево, металл, дранка, какие-то кирпичные арки, в общем, всего и понемножку. Смотрите, какой монтаж, как тоже в типичной советской школе, он сюда вот так вот все насаживается на вот эти вот щиты. А здесь, судя по плитке, можно подумать, что это бассейн, но нет, это, опять же, это как раз печка здесь располагалась, вот канал. А, вот, вот отсюда теплый воздух подавался, соответственно, в... Да, то есть здесь был как раз вход с улицы, сюда закидывались дрова, наверное, да, и здесь растапливался весь дом. Ну, было, естественно, не одна печка, несколько. И, опять же, здесь вот можно посмотреть, насколько там были глубокие шурфы и насколько здесь они ничтожные, на самом деле. Ну, потому что, понятно, да. Ну, потому что мы уже... Мы уже в самом низу. Да. А вы знаете, ребята, в чем преимущество LDIS? А вот не вносят возмущений, практически безинерционные. Так что пользуйтесь. Так, мы сейчас тогда зайдем еще в подвале налево. Угу. И можно будет переходить в иные корпусы. Так, опять же, аккуратней. Здесь у нас очередной шурф. Опять же, не очень глубокий. Вот здесь вот интересный момент. Это перекрытие, которое, опять же, позже возведенное, но можно обратить внимание, как близок потолок. А если заглянуть туда, кстати, по-моему, когда в прошлый раз мы ходили, здесь воды не было. А теперь вот бассейн. Ух ты! Все это все подсасывает. Прям прекрасно. Ну, сейчас она стоит, наверное, ну, тут около метра. Ну, можно карасей разводить. Да. Подсиди, подсиди. Да, давай. Вот оттуда, как раз, дорогие москвичи, и будет появляться новая Годзилла. Так что ждите. Ну, это, опять же, к вопросу того, что делать с этим зданием. Это гидроизоляция дополнительная, причем инъекционная. Потому что раскапывать в центре Москвы. Это мы с вами проходим через фундамент. Аккуратней. Ну, вот здесь у нас два небольших помещения. Ну, опять же, мастерство. Как сюда затащили сборные плиты железобетонные, вот для меня загадка. Ой, очень. Ну, слушайте, я иногда так же делал. Ну, я имею в виду, не в смысле так же, я имею в виду, по такому же принципу. Ну, тут просто непонятно, как их сюда умудрились запереть, потому что все-таки это явно не вручную. Ну, да. Иногда просто поражаешься мастерство советских инженеров. Ну, а эти окна, получается, от цокольного этажа. Ну, мы в обследовании заставили, что здесь стояли, естественно, кондиционерные блоки. Куда же ставить кондиционерные блоки, как не в окнах. Все это внутри кондиционируется, прекрасно. Гоняет по кругу воздух. Павел, наверное, вот сокровочница главная. Она, правда, советская. Здесь много раритета. Кстати, да, ребят, я помню еще в прошлый раз. Вот, смотрите, что меня в прошлый раз попоразило. ТДК, эти дискеты. Вы вообще задумаетесь. Это же огонь. Причем, я хочу сказать, что их тут прям целые пачки. Программа по налогу, между прочим. Так что, да, да, пленки. Копия частей. Прям вообще. И опять же, обратите внимание, какой прекрасный лаз. Хочешь налево, хочешь направо. Это для фильма «Крепкий орешек». Тут должен Брюс Уиллис пробираться оттуда. И опять же, заходишь, ты видишь какое-то ровное перекрытие. Начинаешь скрывать. Хоп, и тут оказываются какие-то арки с распалуками. За арками еще какие-то воздуховоды и так далее. Так что, каждое обследование это прям целый квест. И все равно, в конечном итоге, ничего не понятно. Тут мы уже к дискам подходим. В DVD. Здесь видишь прям развитие. От бобин. Да, да, да. От бобин через дискеты к дискам. Через тернии к звездам. Микрофон вот этот, я помню, у меня был такой. Он как раз включался бобинный магнитофон. Обалдеть. Здесь, наверное, можно обратить внимание опять же на вот эту сводчатую систему, которая здесь в главном объеме свод. И там он идет по кругу. Ну и здесь какая-то очередная печь. Да, смотри, смотри. Интересно. Ну, хоть бы одна монетка бы выскочила. Ну, ты видишь в каком состоянии. Уже, наверное, все монетки выгребли. Да, не для денег ради. Вот так. Понятно. Здесь можно по кругу не ходить. Наверное, интересно просто подснять. Опять же, вот шурф и там уже стоит вода. Смотрите там. Опять же, вот у нас уже уровень воды. И перекрытие вот у нас такой сводчатый круглый какой-то проход. Довольно-таки сложной формы. Укройте. А, ну и, кстати, что это, да? Вот тоже. Да. Здесь водичка еще. Все обмена. Ну, то есть, опять же, по проекту закладывали гидроизоляцию снаружи. То есть, это через стены, через фундамент бурятся шпуры и нагнетается раствор. Аккуратней. Здесь у нас вот стилизация прекрасная. Красиво. Да. Водомерный узел показывать, наверное, не буду там ничего интересного. И можем здесь выйти. По-моему, можем. А, нет. Нет, не можем. Нет, здесь только для кошечек. Были бы мы кисками, мы, конечно, проснащились бы. Да. Ничего страшного. Ну, значит, можно как-то по-другому выйти. Не суть. Ну, там маленький внутренний дворик, собственно говоря. Ну, мы его увидели сверху. Да, да, да. И тогда будем из главного здания нашего перебираться, из главного корпуса в гимназический. Опять же, можно для примера зайти, показать шурфы. Здесь более поздняя постройка. Более какие-то стандартизированные. Это мы уже в гимназии сейчас, да? Да, это уже в гимназии. Стандартизированные конструкции, опять же, бутовый фундамент, кирпичные стены. Ну, и опять же, какие-то напольные покрытия. Примерно под нами располагается котельная. Ну, туда мы сейчас не пойдем, она действующая. Ну, картина, в общем-то, понятна. Понятно. Сейчас тогда предлагаю подняться на первый этаж. Да. Для гимназии это второй, потому что здесь все еще в разном уровне. у нас как раз получается вот здесь вот в сторону Бауманки идет уклон. И в гимназии это первый этаж, а у главного дома подвал. Соответственно, вот по второму этажу гимназии. Ну, вот эта ротонда, вот смотри, вот она сейчас задрапирована, с которой типа Наполеон смотрел. А это корпус, получается, вот он идет вот. Да, мы вот там вошли, вот как раз там светится окошко. В сторону Елоковской. Да, да, да. Это уже, получается, 19 век. Да. Это причем такой передстроенный, надстроенный 19 век. Потому что здесь вот этот гимназический корпус, он еще сожрал часть северного флигеля. Вот куда как раз мы сейчас пойдем налево. И получается северный флигель у нас начинается только отсюда. Вот это можно увидеть по перепаду. Обратите внимание, какие полы все ровные прям, идеальные. Да, да, да. Вопросы, почему от пола не считается ноль, потому что ты его в одном месте поймаешь, а в другом месте... Ну, на камере не видно, но да, это море волнуется раз, море волнуется два. Ну да, вот здесь прям проваливаешься. Вот, опять же, к загадкам и чудесным открытиям. Какая-то балка, которая опирается на перемычку, непонятно еще сделанную. Вообще по современным строительным нормам так особо не делают, потому что это повышенная нагрузка на ослабленный участок стены. А здесь все это смонтировано. Опять же, приходилось все это вскрывать, разбираться, из чего это сделано. Потому что, если сбить штукатурку, видим просто деревянный брусок, начиная считать и понимая, что у тебя должно уже было давно все обрушиться. А нет, не обрушилось, поэтому лезем дальше и выясняют, что там тоже есть какие-то металлические балки. Ну и что сами, соответственно, вот эти балки. Они тоже выполнены из двутавров с заполнением дерева, строительным мусором, кирпичами и так далее. Смотрите, какой здесь зато есть раритет. Образцовый перспективный жилой район Чертаново-Северная Москвы. Как оно все идеальное, когда, во-первых, нет застекленных вот этих лоджий различных, понаставленных машин и всего прочего. Ну и, в принципе, вот пора в 1972 год. Ну это как раз можно сказать, что как это идеально на бумаге? Да, да. Потому что посмотришь любой проект, там просто красота. Восторг. Да. А потом начинается, а давайте здесь мы сэкономим, а давайте это перестроим. А здесь вы ошиблись. Как раз вот опять же к вопросу, почему мы используем бим-технологии. Но я пришлю картинки, будет более понятно, что я имею в виду. Вот почему-то советская традиция устраивать туалет посреди лестничного маршина, в межлечной площадке. Очень часто такое наблюдаю. Для меня загадочно. Вот это северный флигель. Здесь тоже вскрывали все, что могли для того, чтобы определить, какие перемычки здесь у нас есть. Случковые, из чего сделаны стены и так далее. Ну вот, где-то у нас есть прямо образцовые. В общем, что здесь интересно, был перестроен фасад. И то есть нарезка окон, она отличается от исторической. То есть, опять же, нам в проекте пришлось это все переигрывать, менять раскладку окон, вставлять дополнительные конструкции, чтобы не перестраивать весь кусок исторической стены. и аккуратненько какой-то участок закрывать, какой-то открывать. А, миссии, аспиранты и соискатели. С 1936 по 1982 год. Причем тоже обращаю внимание, стена одна из силикатного кирпича, вторая из красного керамического. Ну и, соответственно, вот такими какими-то маленькими мазками иногда удается установить, что это позднее, а это более раннее. Но иногда приходится вскрывать пол здания, чтобы вообще разобраться, как оно стоит. Потому что вроде как начинаешь смотреть, а по всем законам физики такого быть не должно. Мы здесь спустимся как раз вниз и по первому вернемся. Аккуратней. Да, здесь у нас протечка, но это трубы. То есть, почему опять же здесь нет света и мы ходим с фонариками. Вот ровно потому что с электрическим то же самое. где-то замкнет что-то там. Вот прямо налево сейчас, там одно место есть. Опять же копали шурф. Здесь еще более-менее. А вот там вот, там у нас образовался целый погреб. Наверное, поднимать это не будем. Да, с каким-то лазом. Ничего себе! Это просто в несколько этажей. Да, причем, обрати внимание, там еще видишь какая-то сводчатая арочка. Вот это перемычка сводчатая, я имею ввиду. То есть, тоже что-то там, может быть, было, но здесь уже концов невозможно найти. Там по логике должны быть эти цепи из гелет на стене. Был бы Геллеровский, он бы наверняка так и написал. Чуть-чуть-чуть-чуть чудесный пень. Крайне необходимый. Пойдем? Да. Сюда, да? Да, да, сюда. Как-то у меня начинает чуть-чуть. Ну, чтобы понимать вообще, что такое аварийное, что такое ограниченное работоспособное техническое состояние, вот можем мы пройти сейчас в каретный сарай, который претерпел, наверное, наибольшее количество всяких перестроек. И как-то, наверное, мы можем пройти, да. Давайте. Вперед. И портьеры-то нашли. А, ну вот, видно за окном, где мы находимся. Угу. Ну, то есть, опять же, вот туда идет бауманка. Угу. Вот. Вот. Вот это прям ужас-ужас-ужас. Как вы не говорите. Подождите меня, пожалуйста. Ага. А, так посними, 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 конечно. Тут даже я не помню. Вот нагромождение. Угу. Получается какой-то вот старый объем. Дальше вот пристройка. Она опоясывает все здание. В здании настроен еще один этаж, в который мы идем. Но, опять же, не знаю, будет это видно на камере. Но, он, мягко говоря, далек от какой-то ровности. Ну, вот туда прямо видно, что он скатывается. А то вот там вот стоят чудесные пластиковые окна. То есть, кто-то все-таки лелеял надежду здесь работать. Ну, здесь уже, смотрите, здесь уже... Цивилизация. Все, как мы любим. Евро, евро-ремонт, ребята. Посмотрите, какие навесные потолки. Ну, и подкладчики навесными потолками. А так, да, евро. Ну, прикиньте, да, вот какая высота потолков, что даже вот столько вот. Ты скрываешь, и норм. А я вот, например, у себя сейчас на Железоводской квартиру купил. Там три метра потолки. И там специально стараюсь оставить даже старые замызганные, но чтобы не вешать этот навесной. Потому что... Нет, но здесь же каретный сарай. То есть, там вот мы снаружи потом увидим, здесь ворота как раз. И вот этого перекрытия не было. Да. То есть, здесь как раз гараж и высокие потолки. Они очень даже обоснованы. А вот это вот прямо ужасно. Да, да, да. Вон, посмотрите. Ну, и тут вот просто чувствуется, как уходит пол вниз. Ну, вот как у нас говорил один профессор, это прямо русская трещина. Когда можно кулак просунуть. Да, но он всегда отсматривал здание. Дальше обходил. Отходил в сторону, задумчивым видом говорил, Бог хранит это здание. Бог хранит. Да, вот. Да, но посмотрите. Это прямо про всё. Бог хранит. Вот я эти трещины обычно только с улицы показываю. Ну, и маяки туда впаивают, как правило, и смотрят. Нет, а здесь опять же силикатные стены, это новодел. Маяки впаривать уже бессмысленно. Да, да. Здесь видно, что всё плохо. Ну, и здесь выход, но опять же вот все протечки, какие-то следы пожара. Но что интересно, здесь видите, перекрытие сводики. Да, сводчатые, да. То есть, когда балки идут, и по ней вот эти небольшие либо кирпичные, либо какие-то бетонные своды. Так вот, стеклоблоки. Все эпохи смешались. Ну, Вулс может тихой сапой чуть-чуть себе полпроцента заработать, сдав это какого-нибудь под какой-нибудь сериал съёмку. Они такое любят. Здесь ещё вы просто не чувствуете, но здесь вот это ощущение сырости с примесью. Просто безысходности. Да. До древесного вот этого запаха. Да, это ещё не окончательная гниль. Короче, вот когда приезжаешь на дачу не отапливаемом, где не был там 5-7 лет весной, вот открываешь дверь. Вот оттуда примерно так же. Такой же вот пошёл. Выбраться. Так. Аккуратней. Здесь ещё очередное вскрытие. Аккуратней. Там у нас есть не два небольших флигелька. Угу. Да, давай. Но что характерно, заметьте, цветы всё ещё цветут и за ними ухаживают. Видите, плевают. Обратите внимание, какие протоптанные ступени. Там, кстати, по лестнице. Здесь вот тоже сколки. Вон видно выемки. Сколько поколений студентов здесь бегало. О боже, свобода! Свобода! То есть, собственно говоря, мы с вами были прямо в каретный сарай. Чтобы вы понимали. Выйди сюда. Так, ну вот это как бы главный корпус получается. Да. Вот это гимназический вот это вот. Ну а вот это тот самый конюшенный сарай. Да, каретный сарай. Каретный, да. Надворный флигель и Южный флигель. А северный у нас остался за гимназией. Всё, наше богатство. Ну, осталось-то всего ничего, как бы взять да сделать. Да. То есть, как бы... Найти деньги и взять, и сделать. Да. Плевое дело. Да. Так, ну что, я предлагаю вот что сделать. Я предлагаю сейчас прерваться, потому что я уже отдельно расскажу немножечко про... Вот видите, это ворота главные. Про судьбу владельца я расскажу чуть отдельно. Значит, надо пару слов сказать, для чего мы снимаем этот ролик. По-моему, очевидно. Понятно. Я имею в виду... На самом деле... Да, смотри. Во-первых, через четыре года здесь будет город-сад. Мы, во-первых, покажем вам, как это, рендеры или да? Да, рендеры. Рендеры. Рендеры, да. То есть, модели, да. То есть, вот вы видели, что в каком состоянии это здание сейчас, и мы вам покажем, в какое состояние оно должно прийти. А спустя не знаю сколько времени... Как пойдет. Да, как пойдет. Да, мы это будем подставлять по ходу моего рассказа. Нам надо будет какую-то ссылку указать или что-то? Да, ссылку укажем на наш проектный институт. Ну и в двух словах, скорее, проектный институт на базе. Строительного университета Московского. И это был, на самом деле, наш первый опыт реставрации. И поскольку мы уже довольно давно проектировали на тот момент в ВИМе, то мы и решились на такой эксперимент. Я повторюсь, что вот по этой BIM-технологии, когда создается здание, ну, очень мало примеров. А здесь все наслаждено тем, что, когда ты поднимаешь ровные стены, то ты их поднял и дальше по всем этажам откопировал. А когда у тебя каждая стена имеет свою геометрию, причем у тебя еще геометрия различается по длине в плане, то это, конечно, очень сложная такая задача, нетривиальная. Но я считаю, что мы с этой задачей справились, создали проект, разработали проект, вернее, прошли экспертизу, защитили его в экспертизе, защитили деньги. Теперь это готовый проект, по которому можно проводить реставрацию. Да, по которому можно проводить реставрацию. Осталось найти деньги, сделать за мной вообще. А, ну, самое, как обычно, самое легкое. Тем более, как вы видите, здесь особо-то денег и не надо. Буквально так. Там мазнул, здесь подбил. Да, как я у себя там две розеточки сделал и в итоге вперед. Так, ну ладно, сейчас еще мы с вами увидимся. И мы прервались ровно для того, чтобы показать вам вот это. Это под лестницей. То есть та земная красота, по которой мы поднимались на второй этаж, а вот она вот так выглядит изнанка. И вот эти своды уже абсолютно родные. Я так понимаю, что на самом деле… Вон, кстати, видишь, это тоже какие-то дымоходы. Ну да, здесь вон сверху тоже. Да. Здесь есть, конечно, вот такие вот обрушенные участки. Но ходить по ней пока что безопасно. Так что… Ну, тем более… Тебе нечастые посетители и главное… Тем более, что сейчас уже есть проект, как это все… Ну, проект, конечно. Восстановить. Проект подразумевает еще и пути эвакуации из зданий. А где ты говорил еще про улицу? Что про улицу? Как взяли кусочек улицы. А, вот там вот. Да. Да, сейчас нам надо во флигель переместиться. Можно, наверное… Ты вернись, потом выключи свет. Я вспомнил, что мы свет не выключили. Да, я сейчас выключу. Да, выключи сейчас, а то мы забудем. А я пока, да, тем временем… Давай, да. Я все-таки хоть немножечко про историю замечательных этих владельцев. Ну, самый действительно известный эпизод, связанный с этим словом «папкурир»… Дело в том, что владелец был оберпрокурором Святейшего Осеного. И он воспользовался своим правом, когда там был такой монастырь… Сейчас я попробую вспомнить, как он назывался… В Ярославле, по-моему, был этот монастырь… Спасо-Преображенский. Вот. Он был упразднен, и вся библиотека там, которая за ветхостью, она должна была быть уничтожена. А он ее не уничтожил, а часть себе взял. И поэтому он не очень любил распространяться, как к нему эта рукопись попала. Вот. И… В начале войны он поехал к себе туда, в имение, стал йетировать крестьян, говорить, что «вот, у вас там будут такие льготы по барщине, по оброку». Вообще-то, изначально он не собирался отсюда уезжать. Все думали, что это не случится. А… Своего… Я уж не помню, кто он там был, аккуратно. Коммердинера или кто, он прислал, сказал забрать самое ценное. Ну, например, забрал самое ценное. Что, мебель, как бы, красоту, все. А эти бумажки, кому они нахрен нужны. И все это осталось здесь и сгорело. Он-то планировал все передать, конечно, городу, с единственным условием, чтобы сыну его было позволено участвовать в работе этого собрания. Но сын, забегая вперед, погиб. И вот, во время Отечественной войны. Так, ну ладно. Сейчас я прервусь, потом закончу. Это вот то, ради чего мы сюда пришли. Да. Это у нас очередный корпус, очередные подвалы. Какой чудесный ковролин. Ковролинище, я бы сказал. Да, здесь, кстати, что можно сказать, что, раз уже дошли вот эти две печки, или, вернее, что от них осталось, это что-то с чем-то. Это что-то на прекрасном. Да, это что-то слишком прекрасное, чтобы... Это как раз про то, как прятать современные системы в объеме. То есть вот эта вот печка. И опять же, проектом предусмотрено, что внутри этой печки проходят вентиляционные системы. Ага. Ну, иначе приходилось бы зародить какие-то короба, чтобы все-таки вписать это как-то в интерьер. И во все здания. А это вскрылось или оно вскучилось? Нет, это вскучилось. Это вскучилось так? Да, да, да. Нифига себе. Ну, это уже все позднее. Так что это не жалко. Ну, понятно, да. Просто потому что... Вы понимаете, как иногда в строительстве бывает? У меня была история. Короче, люди снесли стены. И обвалился не этаж над ними, а рухнул этаж под ними. То есть даже вот так вот бывает. Понимаете? Ну, то есть они же думали, типа... Подумаешь... Здесь получается... Вот обратите внимание на эту прекрасную конструкцию и попытайтесь угадать, что это такое. Ну, первое, конечно, что приходит в голову, это труба какая-то. Ну, почти. Это фонарный столб. Обалдеть! То есть вот эта улица? Да, вот эта улица. Здесь спуск в подвал и... Какими-то чудесами. Альвинища? Ну, это, наверное, не самозахват? Нет, конечно, не самозахват. Это просто так получилось. Ну да, оно того стоило. Фонарный столб внутри... Аккуратно. Внутри здания я еще не встречал. Ну, здесь как в мультике про Винни-Пуха. Уже уходите, да? И вот мы все уходим и уходим. А оказывается можно... Прекрасное. Хочется показывать как можно больше. Да, а можно, так сказать, все и без хлеба, и только мед. Вот. Так. Включаем. Да. В двух словах историю этого здания. Значит, когда-то... Ой-ой-ой, какая красота. В 90-е это здание отдали банку, и он здесь обосновался. Поэтому этот весь прекрасный ремонт, это его творение. А у меня сразу, извините, вопрос. А потом-то что с этим банком случилось? Да бог его знает. А, ну, в смысле он просто съехал? Ну, может просто съехал. Может еще что-то случилось. Ну, история умолчивает. Понятно. А здесь нам с вами будет интересно то наследство, которое он оставил. Здесь надо им отдать должное, что они все-таки раскрыли кладку. Уже все по... Причем тут, видите, какое-то клеймо даже можно прочитать. Особенно говоря, наследство, это подвалы, которые они оборудовали в деньгохранилище. А, то есть здесь хранились бабки. Да. Здесь выстроена была дополнительная стенка вот эта, чтобы никакое... Никто не подлез снаружи. Да. Система вентиляции. Сейчас вот здесь свет разгонится. И вот здесь вот несколько помещений. Слушайте, ну это да, это интересная тема, как в... Впихнуть невпихуемое. Да, 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 да. Да. Но зато они нашли, мне кажется, крайне оригинальное и очень громадное решение. Ну, да. Здесь, конечно, у них получилась вот эта вот обходная галерея. по всему периметру. Можно вот заглянуть. Туда мы, наверное, не полезем. А, ну да. Опять же, это защита от проникновения снаружи. То есть даже если бы они пробили внешнюю стену... Ну да, они оказываются здесь и уже... Сурприз-сурприз. И уже что-то срабатывает. Ну... И опять же, обратите внимание, наверное, мы увидим уровень воды и фундаменты. Ой. Видите, какая красота. Нужно кидать монетки и загадывать, чтобы вернуться. Желательно за деньгами. И раз уж мы здесь оказались, покажу. Все обмерено. Еще одно место как раз к вопросу. Выходим, да? Поднимаемся к вопросу. Карстоп. Здесь есть прям... Не знаю, будет ли видно на видео, но... Провалившийся участок пола... Налево. Вот здесь вот входишь и сразу ощущается. Да. Здесь вот видны трещины по плитке. Может быть, это и была одна из причин. Ну, может быть. Ну, какие-то здесь просадки все-таки есть. Благо, это только под полом реализовалось. А не под стенами. А это уже... Здесь сидел один из институтов. И это вот наглядное пособие, как делать стропильную деревянную крышу. Прямо пошаговая инструкция. Вот, смотрите-ка. А у них тут были находочки. Видите, клиния старые. Заботливо оставили. Ну, да. Здесь еще можно... Ну, в любом, конечно, городском музее этого добра хватает. Тем не менее. Ну, здесь вот тоже небольшая коллекция. Какие-то кирпичи. Да, вот клеймо. Это тюиль, господи, как из черепицы. Не глина, а как это называется материал? Ну, глиняный практически. О, смотрите, старые трубы тоже. Ну, и современные керны железобетонные. Так что всего понемножку. Как раз институт, который здесь располагался, он занимался обследованием. Вернее, уже до обследования всего этого комплекса. Так, и это прекрасный образчик тоже советских лестниц. Можно двигаться на выход. Да. Здесь, ну, опять же, шурфы. Это уже сто раз видели, наверное, по сто раз следующий не смотреть. Поэтому выходим. Ну что, друзья мои, я думаю, вы обалдели не меньше нас. Но я был уже в этом здании с разведкой. Но даже тот факт, что я там был, конечно, все равно не повлиял на мое ощущение. Абсолютно эксклюзивный материал, которым я с удовольствием с вами делюсь. Пока мы гуляли, погода вообще разгулялась. На площади Разгуляй. Мусин Пушкин Алексей Иванович, к сожалению, потерял своего сына. О том, что его следующий сын будет замешан в декабрьской историю, не узнал. Он умер раньше. Ну а потом, действительно, здесь была вот вторая гимназия, в здании которой мы гуляли. И институт знаменитый архитектурный. Знаменитый, конечно, для советского человека, прежде всего тем, что здесь учился Высоцкий. Ну и той плеяды замечательных специалистов, которые он выпустил. От себя хочу сказать, что, да, действительно, там внизу будет расположена ссылка на вышезаявленный институт. Естественно, ссылка на все мои ресурсы, потому что мы гуляем с вами вот в такую чудесную погоду. Не только весна идет, я думаю, лето будет огненное. Так что расписание все есть на моем сайте моих мероприятий. Там же можете купить мои книги. Остросоциальный роман, корень, книга про первое время русско-японской войны и путеводитель Невский с перцем. Ну что, на этом все. Спасибо первопрестольные. Пора двигаться обратно в родную гавань Невскую. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока.